В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня председатель Рязанского экологического альянса Евгений Рыбаков. Здравствуйте, Евгений! Стартовал год экологии. Как вы оцениваете ситуацию экологическую в Рязанской области? Ну, ситуация не очень у нас хорошая, к сожалению. Об этом говорят, например, такие данные. Я вот в открытых источниках. Например, онкологические заболевания. Я как-то сам столкнулся в этом году. Там родственники болели. Меня просто потрясло то, что у нас в онкодиспансере происходит. Мы в России вообще на втором месте в мире, оказывается, по онкозаболеваниям. Это на 10 тысяч человек сколько болеет. На первом – Китай. Мы на втором. А в России мы на третьем месте. Рязанская область на третьем месте. Вы напрямую связываете с экологической обстановкой? Ну, я думаю, что немалый вклад она вносит, потому что содержание формальдегидов, загрязняющих веществ в воздухе, вообще в воде – это все, безусловно, сказывается на нашем здоровье. Вот по содержанию формальдегида вообще были данные, что Рязанская область просто в лидерах по стране этого опасного вещества. Насколько оно опасно, насколько оно токсично, потому что мнение тоже разное. Да, мнение тут однозначно. Это канцероген, который способствует как раз онкологическим заболеваниям. Ничего хорошего в этом нет. Казалось бы, 21 век на дворе, и по идее человек уже должен уметь себя защищать от продуктов своей жизнедеятельности. Почему этого не происходит? Ну, вот как-то мы постепенно подходим к осознанию того, что вот это очень важно для нас, потому что не все деньгами меряется. В салоне, как говорят, карманов нет. Я вот в этом году был в Марокко, вроде бы Африка, и я поразился. Они отказались от применения пластиковых пакетов. 500 евро штраф, если кто-то продаст пластиковый пакет. Молодцы. Все в бумажном, в экологичном. То есть, слава богу, мы какие-то вещи начинаем осознавать, поэтому, может быть, год экологии, он какой-то прорыв и даст, что начинает руководство, окончая людьми простыми такими, как мы, какие-то вещи можно, безусловно, продвинуть и сделать. Какие задачи вы, может быть, ставите на перспективу этого года, года экологии перед собой? Ну, вот если говорить про нас, про Рязанский экологический альянс, у нас порядка 15 проектов. Самые такие, что можно рассказать, это, допустим, разделка. Это же тоже глобальная задача, и она совершенно решаемая. Потому что есть уже много предпринимателей, которые бесплатно готовы приезжать, забирать мусор, если он разделен. И потом отвозить это не на полигон, а на переработку. И мы видим, проводим сейчас уже каждую неделю акции, видим, сколько людей готовы разделять мусор. Это те же самые формальдегиды, те же самые отравляющие вещества и в воздухе, и в воде. А так, это и экономия ресурсов, и забота об экологии. Это один проект. По лесу очень много задач. Сейчас есть федеральный закон, это создание зеленых поясов. Если у нас там законы рамочные, если у нас получится какие-то предпринятия, меры, чтобы... Это же наши легкие, тем более, десятый год такой ущерб нанес. И вот этот зеленый пояс сделать особо охраняемыми какими-то лесами, где будут некоторые вещи там промышленные какие-то ограничены. Тоже будет здорово. Экообразование. У нас вот сейчас проходит вместе с Министерством образования такая интересная акция «Экобум», когда дети сдают макулатуру, как раньше. И там еще много всяких других конкурсов, как социальные проекты. Потому что тут не так важна сама макулатура, как важно, что дети включаются вот в это активити, они бегают по дворам, какую-то рекламу сочиняют, социальную, там какие-то листовки развешивают. А макулатура на самом деле не так важно? А макулатура не спасает наш лес? Нет, важно, конечно. Там, по-моему, 800 килограмм. 80 килограмм – это одно дерево спасенное. Поэтому мы потом подводим итоги и смотрим, сколько деревьев мы спасли. Вот возвращаясь к теме мусора. Огромная устрашающая свалка на окружной дороге. Можно фильм ужасов снимать. Вот с этой проблемой как быть? Есть ли какой-то план действия возможный? Сейчас разрабатывается территориальная схема, я не знаю, будет ли она утверждена. Вот это план, как должно быть потом все со свалками, с полигонами, как будет развиваться ситуация, в том числе с раздельным сбором. Если получится принять эту территориальную схему, пусть там какую-то несовершенную, потом ее дорабатывать, то это будет, конечно, такой прорыв. Потому что свалок у нас неорганизованных. Только на нашей карте, на сайте Эры, там под 800 свалок таких больших и маленьких, которые надо убирать. На самом деле их гораздо больше. Вот опыт других регионов. Тоже такие же свалки или может быть уже где-то... Да, к сожалению, так. То есть это проблема масштаба страны, да? Да. Ну, с другой стороны, есть города, которые начинают решать этот вопрос. В том числе, ну, вводят раздельные сборы. Уже там меньше захоронивается на полигонах. Раз вводят в правила благоустройства обязательное заключение договоров на вывоз мусора. У нас ведь из двух тысяч поселений 700 только имеют договора. Остальных их просто нет. Куда они и удевают? В соседний лес или овраг. Это недоработка просто вот властей. Загнодательного уровня, да? Расскажите, острая проблема для всего региона – это Турлатовский полигон. На прошлой неделе, мы знаем, вы выезжали совместно с природоохраной, прокуратурой, сотрудниками ФСБ, представителем Челеского народного фронта с проверкой. Да. Насколько там сложная ситуация? Ну, вот специалисты взяли пробы, должны выдаст свое заключение, пока преждевременно говорить. Но по информации, которая предваряла вот эти наши действия, там туда возили серную кислоту отработанную. Эта штука тоже не улучшает экологию, к сожалению. Тем более, там рядом река Листвянка в 50 метрах. Это очень опасно. Да, не улучшает это мягко сказанно. В преддверии такой экологической катастрофы может оказаться. Когда мы узнаем результаты проб? Ну, вот на днях должно узнать. Они будут обнародованы в общий доступ? Тут ничего секретного нет, конечно. Что касается леса, давайте к лесу вернемся, поговорим. Насколько сейчас здесь обстановка сложная? Сложная обстановка, потому что старая система разрушена, советская, с лесничеством, ну, почти совсем. И контроль над лесами, он такой, остался условный, честно говоря. Остается, и арендаторы не всегда бывают добросовестные, которые работают в лесах. И эта система, она только устанавливается. Мы своей задачей видим обязательный общественный контроль в лесах. Только так можно как-то контролировать эту ситуацию. А для этого нужна открытость. Нужны, там уже есть начало положено, геоинформационные системы, которые имеют открытый доступ. То есть, находясь в лесу, любой человек может нажать на карту там и понять, что происходит. Это санитарная вырубка, это черные лесорубы, что здесь должны сажать, не должны. Ну, там очень много проблем. Они вот все решаемы. Но основная задача – это общественный контроль над лесами. Насколько эти проблемы отражают власть? Как вообще к ним относятся? Поддерживают вас? Они занимаются этими вопросами? Мы надеемся, что да. Что все получится. Ну, по крайней мере, вот с тем руководством, которое было до этого, мы очень много сделали. Сейчас там обновление в руководстве. Это дело правительства. Мы только устанавливаем сейчас контакты. И рассчитываем, что будет движение вперед. Спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, что год экологии все-таки станет решаемым, ключевым. И экология Рязанской области улучшится. В любом случае, это зависит все от нас. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был председатель Рязанского экологического альянса Евгений Рыбаков. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова